Нужно сказать, что мне очень нравился Макдаул, и я его, конечно, видел, и в «Заводном апельсине» знаменитая его картина, и была еще одна знаменитая его картина, «Если» такая, и, конечно, в «Каллигуле», так сказать, в картине, как говорится, спорной, но, безусловно, выдающаяся его работа. И дело все в том, что когда мы с Сашей Бородянским писали сценарий, когда пишут сценарий, вообще надо представлять какое-то лицо. Причем ты часто, это сценарий, это как бы совсем другое дело, чем кино, поэтому ты можешь представить лицо актера или человека, ну или актера, которого ты понимаешь, как режиссер, можешь и не получить потом. Это может быть даже вообще умерший актер. Ну вот тебе важно, чтобы было какое-то лицо. И вот у нас как-то так случилось, что вот мы представляли Николая и, значит, Олега Янковского действительно, а вот роль Юровского и вот пациента, там по две роли, это Мальклема Макдаула. Ну, конечно, у меня и в голове вообще тоже не было даже мысли, что у меня будет возможность пригласить, тем более это было вообще, это было в 90-й год. И как бы надо понимать, что совсем другие, сейчас это уже стало все-таки другое время, это более вероятно. А в то время это он был, в общем, очень большая звезда и как бы совершенно, я даже и не думал. И, собственно, я начал, когда заниматься уже, снимать фильм, то есть подготовительный период, я искал кого-то из русских актеров, у меня пробовались очень хорошие актеры наши. И я даже об этом забыл, то есть я в голове-то его держал, но, конечно, понимал, что невозможно. Тут вот появился у меня в жизни, который тоже вот стал моим большим другом, продюсер британский, господин Брамс, Бенджамин Брамс. Он, кстати, не профессиональный продюсер, он бизнесмен, но который вот хотел тогда в кино себя попробовать. Его заинтересовала эта тема, меня с ним познакомили. А я уже начал карте подготовительный период, и он говорит, ну а как, я вот хотел бы поучаствовать. Я даже не знал, что, собственно, ну кодек, да, у нас проблема с пленкой в то время, она была, но... Я говорю, ну хорошо, вот кодеку, он говорит, ну кодек не проблема, мы дадим вам кодек, там какой-то, какая-то, еще что-то там, кое-какие материалы того, что у нас не было. Но это как бы такой непринципиальный вопрос. И вот тут я и как бы брякнул, что вот Макдалл такой актер есть, вот нельзя ли его заполучить? Ну, он говорит, ну нет, он тоже так, да нет, ну что, в общем, он схватился за голову, говорит, нет, нет. Я, конечно, говорит, узнаю, но это совершенно невозможно. Потому что, конечно, он большая звезда, наверное, иду, и я понимал его, и у Бенна таких возможностей не было. Но, тем не менее, он связался с агентом в Лондоне, и получилось, что, да, и потом я прилетел в Лондон, там, на переговоры с ним, и он говорит, а ты знаешь, он готов встретиться, Макдалл. Но он сейчас снимается в Женеве, в каком-то фильме, и, в общем, вот я тебе взял, там, давай мы тебе визы сейчас сделаем. В нашем посольстве в Лондоне на Женеву, и давай на денек эти билеты, и ты вот слетай в Женеву, вот встречься. Вот он, гостиница такая, тебе зарезервировал, и, значит, там, типа в пять вечера он придет в эту гостиницу, поговоришь. Ну, чем черт не шутит? Ну, вот, ну, короче, я прилетел в Женеву, и тоже было такое у меня странное чувство, что я в шпионском фильме нахожусь, потому что Женева такая-то, значит, гостиница какая-то у меня такая таинственная, старая, такая вся какая-то со скрипучими полами, вот. И самое главное, я прилетел утром, а встреча у меня в пять вечера, а на следующее утро я должен улетать в Москву. Из Женевы я летел, по-моему, через Вену, там, прямого не было, но я улетал. И, значит, я вдруг подумал, а если он не придет, у меня ни адреса, ни телефона, ничего нет, то есть, ну, не придет и не придет, я вот так просижу и все. Да, ну, вот, короче говоря, часов, в пять часов прихожу, он сидит, он приехал, значит, мы познакомились, он говорит, ну, дайте мне сценарий почитать. Я говорю, у меня сценарий нет на английском языке еще. Он говорит, да, ну, хорошо, говорит, ну, расскажите хотя бы, можете рассказать. Ну, я говорю по-английски, ну, конечно, все-таки рассказывать сценарий, в общем, достаточно, я думаю, коряво, ну, минут сорок я ему вот рассказал все. Он говорит, ну, хорошо, давайте так договоримся, значит, что вот как будет у вас. Я говорю, ну, да, он в переводе там через неделю будет, он говорит, дайте мне пришлить сценарий. Вот, и, короче говоря, но самое интересное не это. Вот у меня было абсолютное чувство, что он будет сниматься. Самое интересное, потом, когда он уже снимался, мы подружились с ним, он говорит, ты знаешь, я вот тогда вот, вот, тоже был, у меня почему-то было абсолютное чувство, что да, я должен сняться в этой картине. Я не могу сказать, что в этом была какая-то, какая-то, какая-то вот, что это был результат какой-то продуманный, там, что я сидел и высчитывал. Это чисто эмоционально было. И то, что Олег, я был убежден, что должен играть Олег. И хотя я, кстати, и когда все-таки пробовал и других, но у меня было точно внутреннее... Хотя Олег на самом деле не очень похож на Николая, на самом деле не очень похож внешне, я имею в виду, были актеры гораздо более похожи чисто внешне. Но мне кажется, вот у Олега как раз в этой роли есть какое-то внутреннее очень глубокое совпадение. Я вам скажу еще один интересный случай. Кардина, я помню, приехала, значит, премьера была в Италии. И, значит, я приехал в Рим на премьеру. И, значит, и там был, там, после премьеры был банкет, и на этом банкете был Николай Романов. Он живет там, Швейцария, он в основном в Швейцарии живет, а он помогал им, он свободно владеет итальянским. Он вот этой компанией, которая купила картины, помогал дублировать, они дублировали полностью ее на итальянский, помогал дублировать ее на итальянский язык. И вот он, он пожилой человек такой, опытный, значит, конечно, он не мог видеть Николайский. Но все равно он рос в среде, где Романовы, естественно, он все-таки, конечно, какие-то впитывал в себя с детства вот этот вот аромат династии, характера. И, конечно, конечно. И он мне интересную вещь сказал. Он сказал, вы знаете, Олег Вашай-Янковский абсолютно это тот, я вам сто процентов говорю, необыкновенно точно он, он необыкновенно похож на Николая. И он тоже сказал, вот дело даже не во внешности, во все его в походке, в этом, в жестах. Это абсолютно это, это было мне очень лестно. И это я Олегу потом рассказал, это сказал, в общем, человек, который, как говорится, все-таки действительно, но это чисто интуитивно, я думаю, это, то есть никакой тут, я не могу сказать, видите, и с Магдалом такая история, в общем, совершенно случайно он попал в эту картину. Но я абсолютно уверен, что это была его роль. Там со сценарием интересны в этой картине. Дело все в том, что мы начинали, я должен был делать картину «Палат номер 6» по Чехову с итальянцами. Причем главную роль должен был играть Марчелло Мастрояне, вот доктора Рагина. И мы с Сашей Бородянским написали сценарий, мы перенесли все в современность в наши дни, ну, значит, вот, то есть, как бы, по-своему несколько это все. Но мы тогда объездили очень много, значит, вот этих домов для, для вот людей, страдающих, значит, умственными всякими болезнями, скажем так, для шизофреников. Дурдома, то, что называется, в просторечии, значит, и в Москве практически все мы объездили, и под Москвой, и даже вот в Ярославль ездили. То есть, это вообще было сильное приключение, я должен сказать, на меня это очень так повлиялось, и, конечно, мы и встречались, и так, в общем, необыкновенное вообще впечатление, когда сталкиваешься с этим миром. Это, конечно, мир очень несчастный, и драматичный, и необыкновенно интересный, и в котором очень много тоже таинственного, начиная с того, что, как выяснилось, что, собственно, никто не знает, на самом деле, причин шизофрении вообще как таковой, и, так сказать, как врачи говорят, кто обнаружит это, он будет ему золотой бюст поставить просто, кто найдет. Вот, короче говоря, то есть мы получили тогда огромный материал вот в этой сфере, а потом мы поехали работать в Италию, работали там с итальянской сценаристкой, такой очень крупной, Сузо Дамико, она работала и с Висконти, такая очень, действительно, необыкновенная женщина. Вот, но, к сожалению, и там пообщались, конечно, с Марчелло, тоже очень интересно, конечно, вот, я благодарен судьбе, что просто подружился с ним тогда, и какое-то время общался с ним. Вот, но в результате мы все-таки не, они хотели итальянцы более традиционную картину, то есть такую, а мы хотели, как бы, что-то там придумали себе, вот, перенесли в современность, что-то более такое, скажем так, авангардное. Вот, и мы на этом деле никак с ними не, в результате не сошлись. Кстати, иногда сейчас, я думаю, может, надо было пойти по их пути, в общем, снять картину с Мастрояне, что тоже, в общем, большое, конечно, удовольствие работать с таким артистом. Ну, чего-то я тогда уперся и ни в какую не хотел, вот, хотел вот только ходить вот так вот. Ну, в результате мы с ними расстались, по-хорошему мы остались друзьями, все у нас это. Ну, вот, проект все-таки они, они, они хотели вот так вот, мы вот так и так. Ну, и вот так вот этот проект закончился. Он, буквально, мы уже тоже в подготовительном периоде были, когда уже вот все-таки, ну, не смогли договориться. Вот, и я остался, как бы, не у дел. Вот, и вот, когда возникла тема цареубийца, когда она только в то время возникла, это же была, в общем, закрытая тема. И в то время только-только, я помню, я прочитал материал в журнале «Родина» Гелий Рябов и написал тогда. Первая вообще публикация была. Я вот как-то так, и, но я не хотел снимать такой исторический фильм, знаете, такой просто костюмный, вот так вот, как бы такая вот. Что-то мне казалось, нужно как-то переворачивать этот материал и как-то по-другому, какой-то другой ход находить. И вот тогда возникает, ведь фактически цареубийца, у нас даже была мысль в какой-то степени, можно сказать, у ней сюжет отдаленно, но в нем есть параллель с палатой номер 6. Врач, который в результате тоже как бы сходит с ума, погибает, то есть это вообще, конечно, и, конечно, это безусловно сказалось работой над палатой номер 6. И, конечно, тот материал, который мы, а материал действительно был колоссальный, и записи были, и все, и то, что мы видели, это, конечно, вошло в картину. То есть вот, если бы не было того проекта, который вот, к сожалению, провалился, то вот, конечно, цареубийца не было. И вот этот ход, он как бы дал возможность именно такого свободного, то, что мне хотелось, не такой исторической, как бы, картины, такой прямолинейной, а какой-то, какой-то давал возможность путешествия во времени, как-то свободно передвигаться, как бы, он совсем другие возможности мне давал, как режиссеру и как драматургу. И это, конечно, вот, я считаю, только благодаря тому, что вот предыдущий проект, вот этот палат номер 6, вот как бы вот сказалось. Вот так бывает в жизни. Вот вроде кажется, что вот провалилось, а потом это оказывается каким-то боком, каким-то боком тебе помогает. Вот такое бывает, да.